Новости из США Игоря Айзенберга читает Юрий Рашкин. Спасибо всем, кто поддерживает этот канал на Патреоне. Вы мои герои. Итак, среда, четверг, 24-25 марта. В среду и четверг состоялись две важные пресс-конференции. В четверг свою первую большую пресс-конференцию провел президент Байден. В среду по окончании Брюсселя встречи министров иностранных дел стран НАТО провел пресс-конференцию государственный секретарь Блинкен. Свою пресс-конференцию Джо Байден начал с того, что заявил о новой цели сделать 200 миллионов прививок от коронавируса в первые 100 дней своего президентства. Президент еще в декабре до вступления в должность заявил о том, что одной из главных целей первых 100 дней его пребывания в должности будет сделать 100 миллионов прививок. Эта цель была выполнена досрочно за 58 дней. выполнена благодаря тому, что администрация очень серьезно занимается организацией прививок, привлекла к выполнению этой задачи военных и агентства по чрезвычайным ситуациям. Создала по всей стране прививочные центры. К прививочной кампании привлечены также крупные аптечные сети по всей стране. Это позволило выйти на уровень около 2,5 миллионов прививок в день. И поэтому сделать 200 миллионов прививок к 1 мая, когда пройдет 100 дней со дня вступления президента в должность, это абсолютно выполнимая задача. А затем Джо Байден ответил на вопросы 10 журналистов, многие из которых задавали по два вопроса. На темы внешней политики вопросов было только три. Первый. О выводе войск из Афганистана к 1 мая. Вывести войска к 1 мая не представляется реальным. Но через год, как надеется президент, американских войск в Афганистане не будет. Этот вопрос и логистика вывода войск прорабатываются с союзниками по НАТО. Второй. О Северной Корее и запуске ею двух ракет. Северная Корея нарушила резолюцию Совета безопасности ООН. На ее неадекватные действия будут даваться адекватные ответы в тесном взаимодействии с союзниками Южной Кореи и Японии. Северная Корея остается очень серьезной угрозой безопасности США и их ближайших союзников. И третий вопрос о внешней политике – это был вопрос о Китае. Президент Байден ответил на него очень развернуто, сказав о многом, о очень важном. Цитата. У него, у китайского лидера Си Цзиньпина, нет демократичной косточки в теле, но он очень умный-умный парень. Он один из тех парней, которые, как и Путин, думают, что автократия – это волна будущего, а демократия не может функционировать в вечно сложном мире. Я сказал ему то, что уже говорил во время наших встреч. Мы не стремимся к конфронтации. Хотя мы знаем, что между нами будет очень-очень жесткая конкуренция. Между нами будет жесткая конкуренция, но мы будем настаивать на том, чтобы Китай играл по международным правилам. Честная конкуренция, честные подходы, честная торговля. Для эффективной конкуренции мы собираемся эффективно вести дела с Китаем. И для этого нам потребуются три вещи. Во-первых, мы собираемся инвестировать в американских рабочих и американскую науку. Я говорил это на протяжении всей кампании, и повторяю еще раз. И мы, и я настраиваю свою администрацию, чтобы иметь возможность делать это. Вы знаете, еще в 60-е годы мы инвестировали чуть больше 2% всего нашего ВВП в научные исследования. Сегодня это 0,7%. Я собираюсь это изменить. Мы собираемся это изменить. Чтобы владеть будущим, нужно им владеть в области технологий, квантовых вычислений и целого ряда вещей, в том числе в области медицины. Итак, что я собираюсь сделать, так это убедиться, что мы инвестируем в науку ближе к 2%. Мы собираемся инвестировать в медицинские исследования, лечение рака, болезни Альцгаммера, диабета, в отрасли будущего в искусственный интеллект, квантовые вычисления, биотехнологии. И мы собираемся делать реальные инвестиции. Китай не инвестирует в нас с большой долей вероятности, потому что их план состоит в том, чтобы самим владеть этим будущим. Второе, что мы собираемся сделать, это восстановить наши союзы. И я был с ним, с Си Цзиньпином, предельно ясен. Это не антикитайский подход. Я хочу, чтобы все знали, что, например, позже сегодня я собираюсь поговорить с главами 27 европейских государств. А в начале этого месяца, и, очевидно, это привлекло внимание китайцев, я встретился с нашими союзниками и обсудил, как мы собираемся сделать так, чтобы Китай отвечал за свои действия в этом регионе. Австралии, Индии, Японии и США. Так называемый четырехугольник. Потому что нам нужно, чтобы демократии работали вместе. Я собираюсь пригласить наших союзников из демократии приехать сюда, чтобы обсудить будущее. И мы ясно заявим, что собираемся сделать так, чтобы Китай отвечал за соблюдение правил. И третья вещь. И что мне нравится в общении с Си, это то, что он понимает. Он не делает вид, что не понимает то, что я говорю. Я сказал ему. Лидер ни одной страны не может иметь поддержки, если он не представляет ценности страны. И я сказал. И, господин президент, как я уже говорил вам ранее, американцы ценят понятие свободы. Америка ценит права человека. Мы не всегда оправдываем наши ожидания, но это наша система ценностей. Мы основаны на этом принципе. И пока вы и ваша страна продолжаете так вопиюще нарушать права человека, мы будем продолжать неумолимо привлекать внимание всего мира и разъяснять ему, разъяснять, что происходит. Вот мы такие. И в тот момент, когда наш президент уходит от этих ценностей, как это сделал предыдущий президент, мы начинаем терять свою легитимность во всем мире. Так что я вижу жесткую конкуренцию с Китаем, продолжил президент Байден. У Китая есть генеральная цель. И я не критикую их за эту цель. Но у них есть генеральная цель. Стать ведущей страной в мире. Самой богатой страной в мире. И самой могущественной страной в мире. Этого не произойдет при мне. Потому что Соединенные Штаты будут продолжать расти и развиваться. И это не значит, что я один принимаю решения. Именно здесь я убежден, очень важно, что мы все, демократией, находимся на одной волне. Все на одной странице. Послушайте, я предсказываю вам. Ваши дети или внуки будут защищать докторские диссертации на тему о том, кто добился успеха. Автократия или демократия. Потому что речь идет не только о Китае. Ясно, абсолютно ясно. И большинство ученых, с которыми я имел дело, согласны со мной по всей стране. Что это битва 21 века между демократиями и автократиями. Чтобы доказать, чья система лучше. Если вы заметили, Россия больше не говорит о коммунизме. Она говорит об автократии. А мы должны доказать, что демократия работает. Конец цитаты. А вот о чем днем раньше заявил в среду в Брюсселе государственный секретарь Блинкен. Цитата. Итак, мы только что завершили два напряженных рабочих дня здесь, в НАТО. Обсудив очень широкий круг вопросов, с которыми сталкивается Североатлантический союз. Включая будущее нашего присутствия в Афганистане, новые угрозы со стороны России и Китая, пандемии COVID-19, климатический кризис. Мы также сосредоточились на будущем НАТО, о том, какую работу мы должны сделать, чтобы Североатлантический союз оставался сильным и эффективным на десятилетия вперед. И мы заложили основу для предстоящего саммита на уровне наших лидеров, на котором будет проделана еще большая работа по укреплению Североатлантического союза и намечен единый путь вперед против угроз нашего времени. НАТО было краеугольным камнем трансатлантической безопасности более 70 лет. Соединенные Штаты привержены этому альянсу сейчас и в будущем. И я приехал сюда, в Брюссель, чтобы проконсультироваться с нашими союзниками, потому что мы намерены работать с ними и нашими партнерами везде и всегда. Мы разделяем коллективную безопасность, стратегические интересы, долгую историю связи между людьми и приверженность основным ценностям, включая демократию, права человека и верховенство закона. Короче говоря, мы все вместе. Таков дух статьи 5. Таков дух приверженности Соединенных Штатов НАТО. Сегодня утром мы долго обсуждали Россию с нашими коллегами. Я думаю, что все мы ожидаем, что наши отношения с Россией останутся проблемой в обозримом будущем. Но мы готовы к этому. И в конечном итоге, я думаю, что мы можем надеяться на то, что отношения с Россией будут, по крайней мере, предсказуемыми и стабильными. И поэтому, учитывая это, мы намерены взаимодействовать с Россией. Но таким образом, чтобы продвигать наши интересы, оставаясь при этом очень ясными в отношении вызовов, которые от нее исходят. Конец цитаты. Отвечая на вопрос о Северном потоке 2, Тони Блинкен сказал, Германия – один из наших ближайших союзников. Но у нас есть реальные разногласия по поводу Северного потока 2. Это ни для кого не секрет. Но мы не позволим этому помешать нашей совместной работе над проблемой, которая имеет непосредственное отношение к гражданам обеих наших стран. И действительно, у меня были отличные беседы с Хайко Массом, министром иностранных дел Германии, и с другими немецкими коллегами о нашей совместной повестке дня. Но верно также и то, что президент Байден в течение долгого времени очень четко высказывал мнение о том, что Северный поток 2 – плохая идея. Я повторил это мнение непосредственно министру иностранных дел Массу, а также дал ясно понять, что компании, занимающиеся строительством трубопровода, рискуют попасть под санкции США. Трубопровод разделяет Европу. Он подвергает Украину и Центральную Европу опасности оказаться жертвами российских манипуляций и применения силы. Это идет вразрез с заявленными Европой целями в области энергетической безопасности. Я сказал, что мы продолжим отслеживать деятельность по завершению строительства или сертификации трубопровода. И если такая деятельность будет иметь место, мы определим, кому применять санкции. И для меня, я думаю, было также полезно иметь возможность обсудить напрямую все это с министром иностранных дел Массом, просто чтобы прояснить нашу позицию и убедиться, что в ней нет двусмысленности. И именно это я сделал. Государственный секретарь Блинкен в ответ на вопрос корреспондента Евроньюз о политике в отношении России и оценке российской угрозы сказал, это была большая тема обсуждения в НАТО на этой неделе. Я думаю, что ряд агрессивных действий России вызывают глубокую озабоченность. И, конечно же, в Соединенных Штатах у нас была кибератака SolarWinds, у нас было вмешательство в наши выборы, у нас были возможные вознаграждения за убийство наших солдат в Афганистане. И, конечно же, мы видели отравление и попытку убийства Алексея Навального с применением химического оружия, не говоря уже о продолжающейся агрессии России на востоке Украины. Все это, а также новые системы оружия, которые они разрабатывают, беспокоят не только нас, но и наших союзников и партнеров. И я думаю, что есть общая оценка проблемы, которую представляет собой Россия, а также общая приверженность совместным усилиям для ее решения. Я думаю, что у всех нас очень ясные глаза, поэтому мы видим нашу задачу. И еще она характерная цитата. Из заявления высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики Жозепа Буррелла после встречи с государственным секретарем Блинкеном, цитата. Я рад видеть, что наша встреча подтверждает, что сильное партнерство Европейского Союза и США имеет решающее значение для поддержки демократических ценностей, а также глобальной и региональной стабильности, процветания и разрешения конфликтов. Мы приняли два важных решения. Мы договорились начать диалог между Европейским Союзом и США по Китаю в качестве форума для обсуждения всего спектра связанных с этим проблем и возможностей. Мы решили продолжить встречи на уровне высокопоставленных официальных лиц и экспертов по таким темам, как взаимность, экономические вопросы, устойчивость, права человека, безопасность, многосторонность и области конструктивного взаимодействия с Китаем, такие как изменение климата. Мы разделяем оценку роли Китая как партнера, как конкурента и нашего системного соперника, как мы привыкли говорить здесь, в Европе. Мы в равной степени согласились, и это, возможно, наиболее важно, поддержать как можно более полное участие Соединенных Штатов в оборонной инициативе Европейского Союза и расширить наш диалог по этим вопросам. Политика безопасности и обороны Европейского Союза способствует трансатлантической безопасности и предлагает конкретные возможности для нашего сотрудничества. Что касается России, мы договорились координировать наши усилия по противодействию конфронтационному поведению России и призвать Россию отказаться от этого пути. Мы продолжим работать вместе с восточными соседями Европейского Союза. Мы привержены поддержке демократических устремлений, суверенитета и территориальной целостности этих стран, прежде всего Украины. ЕС и США являются движущими силами в поддержке реформ, необходимых для экономического процветания региона. Государственный секретарь Блинкен в ответном слове сказал, в частности, в заключение, я бы сказал, что ранее сегодня у меня была возможность более подробно рассказать о том, как Соединенные Штаты подтверждают свою приверженность нашим альянсам и нашему партнерству, потому что попросту они жизненно важны для нашей внешней политики. Они являются коренным источником нашей силы. И опять же, они влияют на жизнь наших граждан, что в конце концов является тем, чем мы все занимаемся и чем нам нужно заниматься. Мы будем искать любую возможность консультироваться и сотрудничать с нашими союзниками и партнерами, чтобы убедиться, что эти отношения способны противостоять новым и возникающим угрозам и открывают новые возможности. И я знаю, что это проект, который поддерживает Европейский Союз. Конец цитаты. Что следует из всего этого? Америка вернулась после своего четырехлетнего отсутствия. Вернулась в качестве реального лидера демократического мира, основанного на ценностях свободы, демократии и прав человека. Вернулась, чтобы показать, что демократия, демократические страны лучше, эффективнее могут справиться с вызовами современности, чем авторитарные режимы. Вернулась, чтобы остановить наступление авторитаризма на демократический мир, чтобы сплотить этот мир, сделать его сильнее. В четверг администрации Джо Байдена исполнилось только 65 дней, но она уже успела сделать очень много. И она точно показала, какой будет ее внешняя политика. Укрепление НАТО, включая его дальнейшее расширение, всемерное взаимодействие с Европейским Союзом, со всеми демократическими странами. Поддержка демократии, соблюдение прав человека во всех странах, жесткая экономическая и политическая конкуренция с Китаем. Очень холодные отношения с Россией, сводящиеся преимущественно к контактам с ней по вопросу контроля над ядерными вооружениями, противодействия ее агрессивным действиям. На пресс-конференции Джо Байдену было задано много вопросов на внутриполитические темы. Беженцы из центрально-американских стран на границе, проблемы филибастера в Сенате, принятие рядом, так сказать, так называемых «красных штатов» законов с целью максимально затруднить участие в выборах, реконструкции инфраструктуры, контроль над продажей оружия. Об американских внутриполитических новостях поговорим в субботне-воскресном обзоре. Спасибо всем, кто просмотрел и прослушал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем! Как всегда, пишите, в какой точке нашей планеты вы слушаете и смотрите эти сводки новостей. Спасибо всем, кто уже это делает. Новости из США Игоря Айзенберга читал Юрий Рашкин.